Касымжумар Тукаев и Александр Вучич провели переговоры в формате тет-а-тет. Собеседники обсудили совместный торговый потенциал. Казахстан со своей стороны готов нарастить товарную номенклатуру по 90 несырьевым позициям. Есть хорошие возможности для расширения инвестиционного потенциала. Более тесным должно быть сотрудничество и в культурно-гуманитарной сфере. Подробнее о том, как встречают президента Казахстана, в материале Динары Жанбатыровой. Этот визит ждали. К нему довольно долго готовились на уровне правительства. Детально обсуждались возможности расширения торгово-экономического потенциала. А это действительно одна из основных сфер с внушительным заделом. И официальный визит президента Казахстана в Белград поможет его раскрыть. В более тесном сотрудничестве заинтересованы обе стороны. Это можно увидеть до начала переговора. А в детали протокола разъясняют порой даже то, что не было озвучено. К примеру, президента Казахстана встретили еще в небе. А на земле утрапа самолета Касымжумар Токаева лечно ждал глава Сербии Александр Вучич. После теплого приема в аэропорту лидеры стран обсудили вопросы сотрудничества за неформальным ужином на десерт «Алматинский апорт», который президент Казахстана привез в подарок. Сербия – страна, которая с гордостью открывает свои двери своим друзьям. Наши традиции гостеприимства и радушия лучше всего проявляются за общим столом, где мы разделяем не только трапезу, но и объединяющие нас ценности. Спасибо президенту Тукаеву за оказанную честь и доверие. Я уверен, что этот визит приведет к еще большему укреплению связей между Сербией и Казахстаном. Под артиллерийские заупы встречали президента Казахстана на площади перед Дворцом Сербии. По протоколу военный оркестр исполнил гимн Казахстана. Кстати, его мелодия здесь звучала довольно давно, почти 10 лет прошло. Вместе с наполнением сербского двора национальными музыкальными мотивами наполняются и дипломатические отношения между странами. Новую страницу казахстанско-сербских отношений президенты обсудили в узком составе. Доверительное сотрудничество между двумя странами опирается на постоянный политический диалог и взаимную поддержку. В последние годы Астана и Белград предприняли значительные шаги по укреплению экономического взаимодействия, активно развивая торговые и инвестиционные связи. Пользуясь случаем, позвольте поблагодарить вас и народ Сербии за солидарность, проявленную во время весенних наводнений в Казахстане. В то сложное время для казахстанцев Сербия перечислила в фонд «Казахстан-Халкена» в качестве помощи миллион евро. Эти средства пошли на строительство домов для пострадавших. Еще один пример дружбы между народами. Уверен, что сотрудничество между двумя странами продолжит развиваться на основе взаимного уважения и доверия. Белград заинтересован в дальнейшем углублении экономических связей с Казахстаном и укреплении политического диалога. Впрочем, укреплять экономику стороны намерены через торговлю больше товаров и услуг, больше контактов бизнеса, теснее транспортные маршруты и логистика. Кстати, Сербия в этом плане могла бы сыграть решающую роль в Балтийском регионе. Казахстанская сторона предлагает стать связующим транспортным хабом между Европой и Азией. Экспорт товаров будет идти в первую очередь с евразийского региона по направлению в Европу через транспортные маршруты. Поэтому это также будет плюсом для европейских стран в первую очередь. Те товары, которые будут идти с юга, скажем так, в направлении европейских стран. То есть Сербия здесь будет иметь свои дивиденды. Стоит предположить, что в этом направлении будут новые договоренности, которые обсудят уже в расширенном формате переговоров с участием правительства обеих стран. В графике президента сегодня также встреча с премьер-министром Сербии. Динар Жамбатырова и Елеман Мустафа при поддержке для радиокоплекса президента Казахстана 24КЗ.